Добрый день, дорогие участники проекта «Я дизайнер 100 идей». Меня зовут Корнева Галина Михайловна. Я веду городскую методу объединения педагогов по направлению дизайн. Каждый год мы проводим наш проект. В этом году у нас будет в дистанционном формате. Общая тема нашего проекта – биомиметика. Очень сложное слово, я его выучила, и вы тоже его выучите. Это наука о устройствах, приборах, механизмах, которые заимствованы в живой природе. И наше бюро называется очень интересно. Мы долго с педагогами над этим думали. Итак, бюро «Технослон». Это устройство для строительства. Слон мощный, сильный, может всё передвигать, перемещать. Нано-кокон – защита от вредной окружающей среды. Эко-ёж – сбор мусора, которого у нас очень много везде. Он так, чтобы при этом ещё не засорять окружающее пространство тем устройствам, которые это собирают. Грибомир – мир грибов невероятный. То, что там происходит под землёй, мы даже все представить не можем. Но в нашей презентации это всё есть. И сверху наши города похожи на гребницы. Техно-нок – это движущиеся конструкции, очень интересные. Био-аурели – это оказывается названием «медузы полотенц» на латинском языке. И медузы двигаются, складываются. Это тоже можно использовать в каких-то ваших идеях будет. Техно-жук – летающее устройство, которое тоже может складывать крылья, распрямлять их и перелетать очень легко с места на место. Бронетех – это технические конструкции, которые могут сворачиваться, складываться, перемещаться. Интересно. Вы послушайте презентацию, которую мы подготовили педагоги. Выберите себе то проектное бюро, которое вам показалось самым интересным. Вы можете переместиться, посмотреть одно, второе, третье, на чем-то остановиться или сделать сразу несколько, нарисовать свою идею, эскиз. Потом можно ее вырезать, добавить к ней какие-то еще фрагментики, детальки, ваши комментарии. И все это можно приклеить на цветной лист бумаги и выложить в альбом, который у нас есть в группе специально для этой цели. Чтобы можно было потом смотреть это все и радоваться тем идеям, которые вы придумали. И хочу не забыть сказать такую важную вещь. Весь наш конкурс проходит при поддержке, мощной технической поддержке городского центра детско-юношеского технического творчества города Колпино. Дети – самые лучшие фантазеры. Вперед!